Кто у вас там погиб? Жена. Сотни людей уже третьи сутки проводят в Пулково, и у всех почти одна история. Мы не спрашиваем имен и просто даем людям высказаться. Она поехала с детьми и с внучкой. Внучка с детьми приехали раньше. Татьяна Федорова, вторую, не знаю, Наташа Длинная Коса. Летели отсюда вместе на самолете, там познакомились, там гуляли все 10 дней вместе. И обратно мы улетели, нас проводили. Написали сообщение, что Ира, встречай нас, завтра полетаем. Больше я ничего не знаю, я приехала встречать. С большинством родственников встретиться практически невозможно. Прилетающих в Петербург и из других регионов встречают прямо у самолетов и препровождают в автобусы, которые увозят их в отель Граунд Плаза. Власти надежно охраняют свои тайны. А в Пулково на выходе из терминала прилета растет гора цветов. Сотни петербуржцев несут свечи и игрушки. И остановить эту людскую массу власти бессильны. Вы с игрушками не пришли. Деток много было на Рисе. Время каникул. И вообще в Египет в основном ездят семьи с детьми. Вечером в воскресенье тысячи людей вышли на дворцовую площадь, чтобы зажечь свечи памяти и помолчать. Кажется, такого количества людей Петербург не видел давно. Мы очень скорбим. Приносим свои сополезнования всем родственникам, родителям, друзьям. Тем временем в Санкт-Петербурге встречают первые самолеты с телами погибших и готовятся к похоронам. 132 петербуржца, 36 жителей Ленинградской области. Это не полный список жертв. Еще 34 человека из других регионов, 4 жителя Украины и один житель Республики Беларусь. Со всеми родственниками установлена связь, со всеми идет работа. Власти города продлили траур до 3 ноября, а за это время должны подготовить все необходимое для работы 40 судмедэкспертов и десятка бригад скорой помощи. Губернатор Полтавченко не исключил, что похороны погибших петербуржцев могут состояться на специальном мемориале. Андрей Королев. Настоящее время. Петербург.